Сегодня в офисе делали доставку дистанционную, потому что сейчас некуда сходить покушать, с собой ничего не взяли. В общем, Додо Пицца заказали. Вот такой салат греческий заказали. Как-то на картинке у них там прям так пышно-пышно всё нарисовано. Здесь что-то всё так опало. Вот, смотрите, видите, полбокса. Так, взяли пиццу. Одну, потом вот это у нас идут десерты и крылышки. Я взяла куриные и ещё одна пицца. Так, это пицца Додо, называется греческий салат с бальзамическим соусом. Такие крылышки. И вот Арива по ошибке заказала, хотела одну, а заказала совершенно другую пиццу. Не знаю, как получилось. Друзья, сегодня пришла первая поставка каталога номер 15 и последняя каталога номер 14. И вот смотрите, сколько у меня пришло разных продуктов. Так, у нас приготовлены 9 наборов на игры-квиз в ноябре месяце, которые состоят у нас из гели для душа, крема для рук, мыла натуральным маслом, которое добавлено. И вот таких эко-пакетов и тестеров, матирующих тональной основы новинки, которая у нас сейчас появилась в каталоге. Вот так будет выглядеть подарочный набор для команды, которая займёт одно из призовых мест. Мы приглашаем вас в офис Арифлейм на Маяковского 13. Тестировать туалетные воды, женские и мужские. Сказать себе аромат. Ну а также вы можете собрать подарочные наборы для своих близких, друзей и родственников. Можно это сделать дистанционно. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 911 584 40 90 или написать в нашей группе ВКонтакте. Здесь информация на визитке дана. Также можете написать в Инстаграм. Наконец-то сегодня пью последнюю дозу антибиотиков. Это уже третьи антибиотики за последние два месяца. За сентябрь и октябрь. Вы знаете, сдала я мочу на посев чувствительности к антибиотикам. И оказывается, что предыдущие, вот до этого, которые я пила, амоксициллин вроде, да, они вообще не работали. Вообще. То есть у меня к ним резистентность. То есть я их пила совершенно зря. Ну вот эти, в принципе, я нормально перенесла. Что ж, легла 15 минут полежать, засекла. Поставила будильник. Ну и хочу рассказать, сегодня первый день я спала. Первую ночь я спала на ортопедической новой подушке. И вы знаете, я, конечно, уснула и вроде нормально поспала. Но мне кажется, что она мне великовато по высоте. Вы знаете, когда я пришла в салон, я предварительно, конечно, все почитала. И у меня была до этого ортопедическая подушка, но у которой была неправильно подобрана высота. То есть она была меньше по размеру, по-моему, 9 сантиметров, что ли. И мне приходилось одеялко подкладывать под нее, чтобы шея нормально лежала. И все равно как-то было, знаете, некомфортно. Но я на ней спала несколько лет. Там руку подсовывала. Ну то есть в свое время я ее покупала, когда особо не разбиралась в этих подушках. А сейчас я, когда пришла в магазин, я все прочитала. И оказывается, нужно измерить ширину плеча для того, чтобы подобрать себе высоту подушки. И у меня ширина плеча 11 сантиметров. И вы знаете, подушку, которую мне продали, она от 12 до 14 сантиметров. У нее два валика 12 и 14. То есть один сантиметр решающий. А до этого размер там идет 10-12 сантиметров. И поэтому, я не знаю, я, конечно, еще ночь посплю. Но если все-таки, видите, надо привыкнуть. Но в принципе шея у меня не заболела. Единственное, я утром встала и немножко челюсть как-то так. Я потому что сплю на одном боку все время. И за ночь могу раз там перевернуться на другой бок. Как засыпаю, так вот на одном боку сплю. И вы знаете, в общем, я тут ерзала ее всяко, переворачивала. Ну, в общем, повернула другой стороной, левой, да, где валика этого нет. Ну, оборотной. И в принципе, как бы уснула. Поэтому вот мы в магазине на кушетке примеряли. Муж мне говорил, что обрати внимание, что у тебя плечо на кровати провалится. Потому что матрас мягкий. Но как вот эти ощущения-то поймать? Я, например, в магазине лежала на кушетке, да, мне было комфортно. А вот дома как бы не очень. И вы знаете, я, кстати, в инструкции не почитала. У меня такое впечатление сложилось, что она без эффекта памяти идет. Потому что, а дома, конечно, дома матрас другой и немножко ситуация другая. Вот я сейчас читаю инструкцию. Здесь вообще-то хорошая подушка. Вот если говорить о качестве подушки, да, то смотрите. Эффект памяти формы. Антибактериальный слой с ионами серебра. Профилактика заболеваний позвоночника. Снятие усталости и напряжения. Анатомически правильное положение тела. Повышение эффективности. Реабилитация после травмы шеи. Нормализация кровоснабжения головного мозга. Оптимальный воздухообмен. То есть стандарт, сертифицированная. То есть подушка вообще крутая, конечно, да. То есть здорово, что есть ацербирующий нер 56 на 32. Ну вот, конечно, я бы хотелось примерить подушку 10 и 12 сантиметров. Потому что здесь 12 и 14. Мне кажется, мне высоко. Да, и кстати, очень круто, что две наволочки. Потому что я с прошлой подушкой все время мучилась. Там одна наволочка была. Нужно было ее быстренько постирать. Потому что все равно, хотя надевается сверху наволочка хбшная. Все равно, когда потеешь, там вот кремы эти все, они все равно просачиваются. И наволочка пачкается. Поэтому я ее стирала очень быстро. И сразу сушила. И чтобы к вечеру она уже высохла. То есть вот в этом плане было очень неудобно. Ее не замочить там по-хорошему, например, да. И поэтому здесь очень классно, что здесь две наволочки. То есть одна на смену. Поэтому подушка очень крутая, очень классная. Но, но, вот я сегодня еще ночку посплю и определюсь. Все-таки найду я себе комфортное состояние или нет. Масочка так жжет. Так, знаете, какой-то. Вот есть такой эффект. Немножко жжение. Она содержит низкомолекулярную гиалуроновую кислоту. Вот. И она является прекрасным увлажнителем. И сейчас еще вот несколько минут осталось. И я пойду ее смывать. Снимать. То есть как снимается эта маска? Просто снимается. И остатки вносятся в... На лице распределяются. Чтобы они впитались. И что еще отмечу? Что немножко охлаждающий эффект такой есть. То есть вроде бы кожа нагревает маску. Все равно вот воздух прохладный. Какой-то вот такой охлаждающий эффект. Друзья, сегодня воскресенье. И сегодня я буду делать вот эту маску. Она новиночка. Это увлажняющая маска, которая мгновенно увлажняет кожу. Она носится на 15-20 минут. Это маска тканевая. И она освежает цвет лица. Отбеливает. Поэтому сейчас мы ее попробуем. Так, отрываем кончик. И достаем масочку. Вот. Так она выглядит. Очень тоненькая ткань Тенцел. И наносим ее на лицо. Лицо я уже очистила. Вот маски подороже, у них ткань потолще. А у тех, которые подешевле, у них ткань поменьше. Поменьше. Так, распределяем. Масочку я делаю два раза в неделю. Ну, она, знаете, как вторая кожа легла, кстати. Вот, кстати, тоньше, даже лучше. Потому что я все время делала маски на венч. Они такие плотные по текстуре. А вот это вот прям как вторая кожа. Пошла. Порелаксируем. Время вышло. Снимаем масочку. Снимается легко. Так. Немножко есть покраснение вот в области носа, я смотрю, да. То есть такой эффект. Но это неплохо. Это ничего страшного. Поэтому остатки маски мы вбиваем в лицо, в кожу. А, это выбрасываем, да. Она сейчас подсохнет. И будет все хорошо. Немножко массажик сделаем. Кстати, перед тем, как сушить волосы, я волосы расчесываю вот такой расческой. Это расческа от Арифлейм, которая предотвращает спутывание волос. Да, то есть, видите, она отлично расчесывает волосы, не выдирая их. А потом уже сушу ферму. Расческой вот с такой. Скелетная расческа, которая забираю волосы и поднимаю чуть-чуть у корней. Сначала волосы сушу всегда вниз головой. А потом уже поднимаю корни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Если вдруг захочется, я еще достала из холодильника вот такой йогурт Слобода. Мне понравилось, что здесь практически все натуральное. Состав. Нормализованное молоко. Наполнитель сок, концентрированный из белого винограда, манго. Вода, загуститель, пектин натуральный, лимонный сок, йогуртовая закваска, лактобактерии. Содержит только натуральные природные сахара. То есть из тех фруктов и соков, которые добавляются. Ну и выпускает Белгородская область готовитель Слобода. Вот такой купила. Я вчера попробовала, мне очень понравился. Вот бутербродик готов. То есть куриная грудка, творожный сыр и вот эти вяленые помидоры на цельнозерновом хлебе. Сегодня дома уборка. Воскресный день. Посвящаю этому упаковываю летнюю обувь. То есть все убираю. Вот эти вот босоножки Рикеровские. Рикер покупала в этом году. Для брюк, для платья. Вот такие шикарные босоножки Синта. У меня уже лежат второй год. Очень их люблю, но на каблуке вообще сейчас не могу ходить. Пусть лежат до лучших времен. Вот эти старые туфельки на выход. Вот эти вот макосины, которые уже ношу несколько лет, года четыре. Это хорошая очень фирма. Они дорогие, но они прям шикарные. Ну и вот свои любимые замшевые упаковываю. Еще из офиса надо принести обувь и тоже все упаковать. У меня высокий взъем, и поэтому мне не всегда и не все колодки подходят. Например, вот у этих туфлей, мне у них колодка не подходит. То есть мне надо вот так вот, более выемку здесь. А вот эти мне подходят идеально. Синта, Рикер. Вот эти вот, я не знаю, какая это фирма, но они вообще просто идеально. Она лежит. И сейчас вот я для себя открыла еще с высоким подъемом обувь Франческо Донни. Но вот не могу найти модельку, которая бы мне понравилась и размер. Вообще вещей у меня мало. Я такой очень аскетичный человек. И покупаю только вот какие-то вот необходимые вещи. Но иногда бывают промашки. То есть иногда куплю туфли, нравятся и вот лежат. Вот как, например, эти. Одевала их, наверное, два или три раза всего. Ну, модель просто шикарная. Я их обожаю. Вот фирма Синта. Такая прелестная моделька. Очень жаль. Ну, не могу ходить из-за наших дорог. Дороги у нас ужасные. И плюс второе, все-таки Варикос дает о себе знать. В этом году их вообще не одевала. Если в прошлом году еще носила, в этом году уже не смогла. Почему люблю Риккер? Вот, смотрите, так логотип. Потому что это обувь антистресс. То есть у них есть специальная вот такая прослойка, которая позволяет амортизировать при ходьбе и снимать нагрузку на позвоночник. Видите, Риккеровские? Они вот так пишутся, антистресс. Ну, а Синту люблю за классную колодку. Не всегда понимаю маркетинг. Вот купила такой био-йогурт. Немножко тоже этой фирмы Слобода я сегодня показывала. На завтрак я кушала. Источник пищевых волокон. То есть вот гранат, семена чиа, красный виноград. Я думала, он такой густой. Знаете, раз вот в таком идет объеме. То есть не бутылочки. Открываю. Бамс, он жидкий. Жидкий, как молоко. Я еще думаю, зачем в такую емкость, если можно просто бутылочку взять. Потом читаю. Открой и достань трубочку. Это называется маркетинг. Да, то есть вот трубочку достать надо. Сюда ее вставить и этот йогурт пить. Ну, конечно, я просто иногда, бывает, удивляюсь нашему маркетингу. Потому что легче пить из бутылки, чем в этой трубочке вставлять и все это пить трубочкой. Оказывается, трубочка телескопическая. Она выдвигается. Вставляется в отверстие. И вы пьете йогурт. Только зачем это, мне непонятно. Сегодня не знала, что скушать. Потому что ничего не хотелось. Решила вот суши сет. Заказать сет комбо. Потому что он идет сейчас со скидкой. Вместо 1109 рублей, 887 рублей. Да, вот пришел такой сет. Сейчас попробую, вкусный или нет. Вот все-таки я такой консерватор в еде. Вот поглядим, понравится мне он или нет. Кстати, вот с этим сетом положили только один имбирь, два соуса и один васаби. То есть хочется, чтобы два имбиря было все-таки сет. Знаете, когда сначала открыла бокс, такой запах вот кухни противный был. Но попробовала, попробовала. Мне роллы понравились. Значит, это у нас запеченная Филадельфия идет. Вот такой вот немножко рыбы сверху. Это у меня идет ролл дабл хит, я так понимаю. Здесь идет запеченный сырный с шитаке, с грибами. Вот как-то, ну, грибы не очень люблю. И здесь идет у нас Филадельфия в икре и Калифорния оранж. Вот это вот, я думаю, что Калифорния оранж, наверное. А это Филадельфия в икре. Вот, наверное, так. И, кстати, роллы понравились. Вот по вкусу понравились они. Филадельфия в икре. Вот. 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 Продолжение следует...